24 февраля 2023 года. Это вечер. И этот кадр я записываю специально для начала сегодняшнего ролика. Стою на парковочке на пересечении с улицей Гороховой. И про что сегодня ролик-то, собственно говоря, будет? А ролик сегодня будет про многие моменты. Во-первых, мы уже перехали на соревнования по зимнему плаванию. Я сегодня проплыву две дистанции вместе со своим папой. 25 и 50 метров. Обязательно эти фрагменты вам покажу. Поскольку, ну, по сути, это такой жизненный влог. И также между этими заплывами забегу, немножко помучаю ребят в компьютерной мастерской. Все-таки нашел времечко залететь и посмотреть, как у них дела обстоят. Потому что Ванька сейчас отдыхает, а ребята там сами крутят верьте. Думаю, тоже будет интересно. Буквально там 5-10 минут у них возьмем интервью у некоторых ребят. И вернемся опять. Проплывем. И более того, даже в сегодняшнем ролике еще мы умудрились попасть на какую-то закрытую вечеринку на каток в Петербурге. Тоже парочку кадров покажу. Так что приятного просмотра. В машине сижу сейчас, записываю. Почему? Потому что абсолютно все некогда делать. И я сейчас на телефон монтирую этот вложик, именно сидя тут в машине. Поэтому я надеюсь, вы не сильно расстраиваетесь, что так поздно ролик выходит. Просто по причине того, что только сейчас освободился. Только сейчас на парковочке тут можно спокойно записать начало и концовочку. На сегодняшний ролик. Все, приятного всем просмотра. Надеюсь, кому-то зайдет. Вот как-то так. Погнали. Ты хочешь, что я так и поплывешь, да? Для другого выхода не с такими атлетами. Я должен всеми щупать и не трясти. Есть контакт. Так, ну, оставляй. Что, через пару заплывов мой заплыв. При мне шапочка, при мне очки. Трусы в этот раз слететь не должны. И главное, что улыбочка есть. Настрой также присутствует. Соответственно, нужно 25 метров выложить немножко сил. Или как немножко? Множко сил и немножко души. Посмотрим. Посмотрим, с кем плывем. И результат вы прямо сейчас увидите. Соковато держит, видишь? Соковато держит, видишь? Да. Ну, Даня, давай, давай, Даня. Третьим идет. Третий идет и третьим финиширует. Так, 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 так. Замелькишь его концерта. Хорошо. Все хорошо. Так, Данечка, Данечка. Ну-ка, Данечка. Молодец. Молодец. Так, ну что, первый заплыв пройден. 25 метров в вольном стиле. Говорят, что даже в своем створе третий финишировал. В общем, приятные эмоции, друзья. Огромнейший привет хэппи-си, зрителям. Ну и, конечно же, всем, кто нас знает. Обстановка просто в радость. Давай, давай. Ну так как? Слушай, на удивление, чистейшая вода. Видно веревочку. И, ну, не знаю, то ли соревновать ледуху. Я даже не понял, что это прорубь. То есть вообще идеально. Идеально. Кто рядом с тобой сидит там? А кто-то, кто-то, не знаю. Здесь все хорошие люди. Все хорошие люди. Не, шикардос. Это легенды, легенды. Давай, давай, пошел, пошел, давай. Давай, Сергей Александрович, за семью. Пошел, красавец, пошел. Пошел, хорош. Отлично. Есть, есть. Хорошо идет. Давай, давай. Финиширует. Финиширует. Давай, давай. Есть. Так, между заплывами. Между заплывами нельзя было не заскочить в лучшую компьютерную мастерскую Санкт-Петербурга. Конечно же, это взгляните в лица этих великих мастеров. Артем. Во, ну улыбнись. Во, есть. Максимально искренняя улыбка Артема. Наводит на хорошее настроение. Давайте еще раз быстренько посмотрим, что у ребят происходит. Сегодня у них денежки сокращенные, до двух часов работают. Буквально еще час остался. Но они там крутят очень что-то интересное. Так. Кстати, клиент же. Привет подписчикам. Вот, вот, вот. Дело хорошее. Кому еще, помимо подписчиков? Ну, друзьям. Друзьям своим, которые будут смотреть канал. Усы у тебя шикарные. Да, это просто. Это фишка. Тем. Вчера его не было, вернее, когда я там был пару дней назад. А сейчас уже есть. Покажи. Покажи, расскажи. Хотя бы хоть что-то намекни. Что за красоту тут собираешь? Пока здесь рассказывать особо не о чем. Но тем не менее. 48 из 12 700 процессоров. Два жирных радиатора 45-х. А предыстория такая, что это наш клиент, который уже собирал у нас компьютер. Наш друг, он только что убежал вроде как. Изначально у него было 12 700 из 37 сетейка. Да. Он решил себе прокачать немножко. Хочет у Ведьмака в тишине пройти. А, то есть, Ведьмак в RTX на 3070 тянет? Тянет, но это громко и мало FPS. Настолько, да? 4080. Это уже сразу с водой. Угу. Да, рассказывай, рассказывай, как есть. Сделать все красиво. Можно, конечно, делать это на шлангах, которые мягкие. Но это некрасиво. А акриловые трубки, либо пластиковые, это уже выглядит получше. Главная сложность, это сделать гибы в тех местах, которые они нужны. И на некоторых трубках у нас получается по три гиба. Ну да, то есть получается, вот одна, казалось бы, трубка, это раз идет, два идет. Да. И там... Если что, то, что это там несимметрично, на это смотреть пока не стоит, потому что оно не закреплено, оно еще пересобирается, оно даже не закручено до конца. Вот. Сейчас, получается, ждете жидкости? Да, ждем жидкости. А что насчет жидкости? Она должна быть какая-то невероятно специальная? Да нет, можно использовать и дистиллят, но он быстро зацветет. Угу. Самый хороший вариант использовать готовую жидкость от какого-нибудь именитого производителя. Мы будем использовать якашную жидкость. Вот. Цвет какой будете делать? Прозрачная пока. Прозрачная? Это в стоке у вас, а потом уже будете смотреть в зависимости от того. Ну, можно в любой момент подлить краситель и в целом. С точки зрения обслуживания таких, у меня всегда вопрос интересовался, поскольку я далеко, как говорится, далек от вот этой всей красоты с точки зрения сложности процесса. Как часто нужно обслуживать именно такие воды? Смотря какая температура, смотря какая жидкость, вообще в целом так же раз в год. Раз в год? Ты сливаешь, чистишь. Сливаешь, чистишь с помощью кислоты и все. С лимонной кислоты, естественно. Не серый какой-нибудь. Слушай, ну смотрится круто. И сколько по итогу выходит, если мы говорим, сделать именно вот такой кассаный охлад, то есть с трубками? Чисто на запчасти, допустим. Чисто на запчасти, именно здесь, не считая видеокарты, то есть не считая водоблока на видеокарту, на не очень дорогих комплектующих, ну то есть не брендовых, не именитых, чисто на комплектующих где-то в районе 30 тысяч здесь. Если рассчитывать еще водоблок на видеокарту, то это еще плюс 20 как минимум. Нифига себе. Ну а если видеокарта 40 линейки по серии. В общем, ты полтишок за воду отдаешь. Да, еще за работу 40 как минимум. Серьезно? Да. То есть что вы... Это не просто, это как минимум неделю занимает. А если рассчитывать, что ты 5-7 дней сидишь за одним компьютером, ну это вполне адекватная цена. Окей, понял. Хорошо, спасибо. Ну ладно, я надеюсь, что... Когда это будет готово, ты сказал, к среде плюс-минус полностью? Если привезут воду вовремя, то да, к среде это скорее всего будет готово полностью. Ладно, будет интересно посмотреть на самом деле на температуру, как это все будет, насколько это будет тихо и аккуратно шуметь. Мы в этом убедимся, я очень надеюсь. Так что до среды надеюсь на этот момент... В общем, все, Тема, мы тебя не отвлекаем, я понял. Ты занимаешься серьезными вещами. Какие страшные штуки-то делают. Женечек тут с клиентами, я такой он даже не... Да, компьютеру нашу сборочку продаю. Какую? Вот эту. Это на чем? i5-6400 и GTX 1060. Это же классика жанра. Да. Идеально подойдет. Под кэссочку, да. Под кэссочку то, что нужно. А вон, ребят, да забирают? Да. Все, поздравляем вас, мужики, заранее. И монитор у нас для школьников поздравления. А, школьнику? Конечно. Вот, мужик от души. Красавчик. Твой первый серьезный комп? Второй. Второй же? Ну, круто. Первый решили продать, плохо учился. Ну, дело такое. Не, ну, 6400 и 1060 под кэссочку идеально подойдет, мне кажется. Чтобы все-таки себя чувствовать. А Рома меня тут еще немножко отвлек своим видом то, что он делает. Ты занимаешься просто нескончаемыми ром-извращениями. Да, это все та же экстремальная мини-мать. И мы решили, что сделать. Тут есть шайба двухмиллиметровая, которая ограничивает толщину прокладок. Мы решили поставить более тонкие прокладки, потому что мы в Ром будем на полный использование. Что-то, да, это мать интересная. Еще раз напомню, тем ребятам этот Maximus. Импакт у нее, получается, зона VRM вынесена на отдельную плату. Установлена. Звуковуха тоже отдельно. У нее идет SSD-шка через... Я уже не помню, как эта штука называется. Но сюда можно тоже... Приходная шина тут достаточно интересная, причем посткарта сбоку. То есть максимально ребята решили повыносить все, чтобы размер сохранить маленький. И проблема заключается в чем? Эта штука коллица, небось, как не в себя, потому что текстолит-то гораздо меньше площадь, получается, охлаждение. Да, это было рассчитано под 6700, вот это вот все, 7700 максимум. Это Z-170? Да. А тут у нас 9900 тот самый. Мутант, да? Уже такой проточенный, чтобы разгонять. Ну и тут где-то 200 ватт будет примерно. И что ты с этим собираешься делать? То есть ты пытаешься сейчас охладить зону VRM? Да. За счет более тонкой термопрокладки, за счет получается уменьшения высоты контакта? Да, да. То есть я сейчас подбираю все, смотрю. И тестируешь? Тестирую позже. Но я уже знаю, что я лучший результат, который добьюсь, и уже сниму его работать. И насколько вообще реально, потому что эти же мутанты, они в принципе, могут даже до пятеры брать. Ну там вот у человека 5,3 уже. 5,3. И ну ты думаешь, на этой матери можно будет взять похожий результат? Если SSE инструкции, ну для игрушек можно там 5,2 на постоянку сделать, в принципе. Но просто power limit ограничить. То есть если будет реально жесткая задача, чтобы он себя не ужарил. Там поставить 180 ватт, например. Что-нибудь такое. Подожди, а это охлад, что отсюда что ли пойдет? Да. Серьезно? А это вот в этот все, да? Да, что коробки тоже запихнешь? Тоже немного... Подожди, нифига себе, блин. Я принесу вот, чтобы... Едрить, колотить. Тогда охлад больше матери. Чтобы VRM тоже обдувался вот так. А, слушай, ну это грамотно тоже получается. Ты и VRM сразу будешь обдувать. Ну да, немного так как бы криво вот это все. Но зато наш результат, так сказать. А подожди, а что за название кулера вот этого? Какой именно? Потому что я что-то я даже как-то отстал от жизни. Dark Rook TF2. Вот такой вот красавчик. Да. Тут кулер заменен уже. С колхозом небольшим, но... Но ничего пойдет, да? Да. И когда ты рассчитываешь нам эту штуку показать в действии? Ну, сегодня я как минимум запущу. Как максимум. Пойму, как я буду это собирать второй раз. Ну ладно, я надеюсь, я тут еще буду, чтобы ты нам это потом все показал. Как раз Тёма нам покажет, что у него там по итогу получится с водянкой. Вот. А Рома нам покажет, что у него получится с великими мутантами и за 170-ми терринскими платами. Но это уже пошли действительно такие эксклюзивные моменты, которые... Это нужно делать, если ты понимаешь, что ты делаешь. Благо Рома это не то, что понимает, он это обожает. Такое ощущение, что... Был рожден для мутанта. Для мутанта 12900. Блин, это красавчик. Кстати, а насчет твоего компа, который ты там собрал на 13900, ты его уже унес? Да, но могу. Надо будет его принести, мне кажется, чтобы ты полноценный. Потому что ребята, во-первых, спрашивали насчет разгона, вот этих всех топовых платформ. А я думаю, ты для себя уже поэкспериментировал, чтобы поделился своим опытом. Я только учусь. Да мы все только учимся. Это я не видел ни одного человека, который говорит, я топчик во всем абсолютно. Поэтому это вечные процессы. Так что обязательно нужно будет еще принести ребятам и показать, чтобы было крутя. Так, ну что, у нас заплыв номер два, да, Сергей Александрович? Да. Как говорится, нужно потихонечку двигать, а будет... Так, во-первых, я почитал комменты, сказали быстро исправить, что тебя не кормят. И ты тут, во-первых, без вытяжки тоже сидишь. Ты как вообще? В нормальном окно, вон есть, открывается без проблем. Ну, проветривается. Ну, а вытяжку все же вы никак этому вниманию не хотите сейчас уделить, просто по причине того, чтобы скоро переезжать, я скажу. Ну, конечно, смысл этого нет сейчас. Нет, можно, конечно, гафру кинуть так, для приличия. Ну, насколько она рабочая, во-первых. Ну, в общем, я просто хочу сказать, если что, Рома это делает осознанно. Я надеюсь, действительно осознанно. А расскажи, я у ребят там немножко поснимал, что они делают? Ты чем красиво занимаешься, Ром? Я пытаюсь понять... Это Z690? Уже такие тащат в ремонт? Да, если что-то рубится на оперативной памяти. И все, да? Ну, скорее всего, по гарантии, наверное, пойдет. А, ну, то есть ты пытаешься именно такими методами прикладными, чтобы не... Да, да, ну, конечно, чтобы не нарушить гарантию, само собой. Матч на гарантии. Да, проблема гарантии в том, что отправлять на гарантии, это ты минимум теряешь, наверное, там месяц в сумме, пока это все тебе там посмотрят, обслужат и сделают. Ну, кому как везет. Ну, да. И ты хочешь, чтобы от таких матерей сейчас у тебя прям нормально, да? Ну, слушай, одна была такая... У человека сгорела фаза питания процессора, которую мы удалили. И он работает более подурезанно, да, теперь? Нет. Ну, слушай, здесь все равно сделаны фазы с запасом. Ну, а просто там не такой топовый, да, получается? А просто у него тоже сгорел. И прод сгорел. Ай-9, да. Е-мое. Не слово. Ну, не знаю, с процессором может поменяет, может быть, купить другой. Неизвестно. А по компонентной базе, ну, все, ты сказал про фазу, получается, всяких тут даблеры, да, стоят, наверное, с двойным асфета, да, с двойным асфетом? Ну, а с двойным асфетом стоят, как они там, что-то типа, наверное, на видео как... А они вообще в продаже есть сейчас на такие платы, то есть, чтобы можно отдельно закупить или только с доноров где-то снимать? Только с доноров они слишком новые. Ну, да. Вот это вот, я тоже думаю, потому что слишком свежие платформы, чтобы сейчас где-то спокойно им не закупиться. Ну, интересно, понял. Все, Ромич, я обязательно, так сказать, проконтролирую, чтобы тебя кормили. Вот, я дам им обратное следствие, вообще, говорится, за это можешь не переживать. Ты что сейчас проверяешь? Герметичная система. И какие показатели должны быть, чтобы мы поняли, что это герметично? Ну, мы накачиваем давление, и если оно через часа два не спустило, значит... В целом, есть основания полагать, что все герметично. То есть, это перед тем, как ты будешь воду заливать? Да. Тут такая суета, кажется, у ребят, каждый раз происходит. Это будет брас, друзья, у нас. 50 метров туда-обратно. Потому что туда нам не хватило, вольным стилем. Нужно добавить. Добить. Дать костюм. В воду. Даня, обратно с победой. Даня, наш, наш, четвертый. Голубая шанс. Настал. Голубая шанс. Даня, давай. Давай. Даня, давай, давай. Белый, рад сказать, поддержка тоже хорошо. Где ты, старикат? А вон они на лодочке. Хорошо поддержать своих. Ну рассказывай 46 52 46 Все проплыли мы 50 метров брасом 50 метров вдвоем плыли и я в последний получается оказался Ну что мы довольны батя красавчик Батя выдержал две дистанции завтра еще тоже будет две А через день еще будет у нас заколбек Даже поддержка в виде друзей пришла Даня ты лучший Сергей Александрович потрясающе Вы просто красавчик Отлично Отлично В общем пойдем переодеваться и все на сегодня мы задачку выполнили Мы молодцы Мы еще и участвуем в каком-то Неверейком челлендже Отмороженные единороги Красавчик С Анюткой Это должно быть круто Домой Женек Пошел Вот Да Это домой Это чуйка Он знал кого брать в свою команду Он знал Он знал Сто процентов Давай кулачок И Женьку кулачок Ну есть конечно Есть у нас соответственно У нас тут просто невероятные скорости Заходим на последний вираж Хорошо идешь Налево И вот сюда давай О это было шикарно Вот сюда Есть Давай кулачок Вот такое вот Как мне кажется Простое душевное видео У нас получилось Просто напоследок Хочу сказать Поскольку С большей долей вероятности Друзья Жизнь у нас Все же одна Постарайтесь Прожить ее так Как чувствуете Правильно Занимайтесь спортом Берегитесь семью Развивайтесь каких-то Достигайте Назначенных Поставленных целей Просто живите с чувством Того что вы Выкладываетесь в моменте И этот момент направлен на то Чтобы вам было лучше И людям вокруг было лучше С вами был Данькин Герасимов Увидимся с вами Завтра наверное Я не знаю Честно сказать Я тут сумбурные какие-то моменты Стараюсь среди дня вырвать Но все же Чувствую вашу поддержку Очень ценю И берегу ее Все До новых Компьютерно-жизненных Историй До завтра Пока-пока